Добрый день, друзья! Баган, производственная компания Moskit. Разрабатываем, производим коптильный вялочный цеха с 2008 года. По сегодняшний день мы продали уже более 15 тысяч комплектов. По всей России и по всему миру работают Moskit. Хотел представить на сегодняшний день вам, какие комплекты цехов мы производим. Что такое коптильный вялочный цех? То есть, мы единственные в России, кто функцию сушки из коптильни убрал. То есть, мы коптильню разделили на две части. Функцию вялки, функцию сушки из коптильни мы убрали. Те, кто связан с копчением, знают, что без сушки копчения не бывает. То есть, предварительную сушку, функцию предварительной сушки мы из коптильни убрали в самостоятельный сушильный вялочный шкаф, дегидратор, кому как нравится, так и называют. Вот, я вам сейчас представлю коптильный вялочный цех в составе коптильный УЭК-2 модель. Тут загрузка до 25 килограмм. Сушильный вялочный шкаф ШВС-1. Тут загрузка до 70 килограмм. Также у нас самая маленькая модель это до 10 килограмм. Коптильная называется УЭК-1 дробь 1 мазки. Загрузка до 10 килограмм. Также она с сушильным вялочным шкафом ШВС-1. Если купить, получится сушильный вялочный цех. Коптильный вялочный цех. Сушильный вялочный шкаф отдельно можно применять как для вялки продуктов, для тех, кто вяленые продукты выпускает. Вот, отлично в них получается. Сейчас, с октября месяца у нас будут ставиться регуляторы оборотов. То есть, вентилятор будет регулироваться от нуля и до максимума. То есть, получается, в сушилках можно сушить уже и травку, которая легко сдувается, которой не нужно столько оборотов для сушки. Также у нас, вот видите, тут отдельно положены сетки. У нас производятся такие сетки, отдельно продаются. Они универсальны, подходят как к коптильным, так и с сушилкам. Вот, в сушилках можно также вот их располагать на шампура и сушить всякие там небольшие вещи. Ну, кто для каких целей использует. Вот. Следующий цех по производительности, это у нас коптильня на 50 килограмм. К ней можно купить сушильный вялочный шкаф. Мы рекомендуем брать третий. С ШВС-3. Коптильня здесь до 50 килограмм. Сушильный вялочный шкаф до 100 килограмм. Возможность загрузки максимальной. Далее у нас идет коптильня на 100 килограмм. Так, тут, наверное, за это не видно. Коптильня на 100 килограмм. То есть, тут двойная огромная вешалка. Загрузка до 100 килограмм. Ну, по факту, мы называем минимальное количество, среднее количество загрузок коптильня. Обычно пользователь их загружает. Бывает, что и вдвое, и втрое даже больше. Ну, втрое нет, конечно. Вдвое больше, чем мы, как бы, описываем в описании. То есть, предоставляем в описании. Также, да, к сотке сушильный вялочный шкаф коптильня на 100 килограмм. Мы к ней рекомендуем брать сушильный вялочный шкаф ШВС-4. Это сейчас у нас, как бы, хит-продаж считается. Сейчас, чаще всего берут вот этот комплект. Коптильня до 100 килограмм загрузки и сушильный вялочный шкаф ШВС-4. Он огромный, то есть, он глубокий, огромный, с двойным вентилятором. Тут двойной вентилятор. Мощные вентиляторы, мощные потоки. То есть, вялка происходит. Быстрее. Друзья, все наше оборудование профессионально рассчитано на приготовление продуктов питания на профессиональном уровне. Также у нас производится все наше оборудование на высокоточном немецком араборудовании. Никаких кустарных условий, никаких там гаражей, гвоздей, еще чего-нибудь такое. Друзья, и самая большая наша модель коптильня на сегодняшний день до коптильня УЭК-2 дробь 200. Тут загрузка до 200 килограмм. Вот. Она огромная. Тут 6 человек внутрь помещаются. Это небольшая комната метр на метр. Вот. У кого уже серьезный объем, можете рассматривать ее. И опять же, эта цеха, то есть, коптильня коптильня до 200 килограмм. К ней лучше брать сушильный вялочный шкаф ШВС-4. До 200 килограмм тоже у нее загрузка. Вот вкратце я описал наши коптильные вялочные цеха, друзья. То есть, еще что такое, скажу, друзья, все наше оборудование уникально тем, что оно работает на дровах, друзья. Обычные дрова. Дымогенераторы у нас располагаются сбоку, и работают все наши коптильни на дровах. Сейчас я попробую вам показать. Просто не подготовился. Дымогенератор находится сбоку. Находится сбоку. Вот. И вот загружается следующим образом. Вот отсюда. У нас единственное оборудование, которое работает, единственное коптильник, которое работает на дровах. Ну, дрова найти проще. В основном ольха идет на копчение. У нас дрова продаются в виде в коробками. На 500 копчений продается ольха. И также продаются коробками у нас миксы. То есть, 7 породов древесин нарубленных, подписанных. То есть, даже топором не стоит махать. Там уже все готово. Одной коробки на 100 копчений. Ну, 100 копчений, представляете, что это на год вам хватит. Вот. Вот такие дела, друзья. Также у нас есть помогательная оборудование, сопроводительная вещь. То есть, у нас отдельно продаются крючки, отдельно продаются шампура. Все наше оборудование не работает без весов. То есть, любой продукт перед копчением нужно взвесить. Один контрольный кусок взвесить. Сначала его просушить, 10-12% веса убрать, а потом только заниматься копчением. Отдельно у нас таймеры, это термощупы продаются. Отдельно у нас продаются таймеры на розетку, это к сушилкам они ставятся. Значит, для влажности помещение заменяется, прибор продается. также у нас продаются переходники для мелкой рыбы, мелкие шампура, четверки, это для мойбы. Крючки, я вам сказал, продаются. Все это есть на сайте, это можно докупать отдельно. Ну и, соответственно, сетки. Про сетки я тоже вам сказал. Вот. Вот такие дела, друзья. Ну, заводская коптильня уже идет, там все внутри есть. Шампура, даже дрова для начала есть. Паспорт, гарантийный талон, шампура, все для начала есть. Вот эти вещи, которые я говорю, докупать, они докупаются уже как бы, если какие-то специальные какие-то у вас есть программы для этого. Вот. В этом случае точно. Друзья, еще один вопрос. У нас возвратился фильтр. Мы его вернули в производство. То есть, этот фильтр ставится в дымогенератор, он, ну, как бы, собирает на себя побольше смол. Он ставится внутрь, под подносом, разберетесь, они сейчас уже внутри у всех идут. То есть, работа с ним вызывала много проблем, то есть, не все понимали, когда, сколько количества дыма подавать, потому что это, как бы, фильтр, он является преградой дымогенератором, и не все правильно им пользовались. Ну, пока мы их ставим, ну, те, кто не умеет пользоваться, просто его убирайте. Вот. Вот такие дела, друзья. Ну, внутри паспорт, гарантийный талон в каждой картине, в сушилках инструкция тоже. Вот. Наше оборудование себя хорошо зарекомендовалось за столько лет, получая, даже есть такое понятие, как москитовское качество продукта. Это продукт, не имеющий аналогов на рынке. То есть, по качеству, по вкусу, никаких ожогов, никакой копоти, никаких клеев на поверхности, никакой горечи, никакой кислинки. Это продукт качества москитов. Вы знаете, много на рынке паракомвект автоматов представлено, и продукция приготовлена в паракомвект автоматах, ну, там еще функцию подачи дыма ставят, не может по уровню сравниться по качеству продукта, который приготовлен по классической технологии на оборудовании москитов. Покупайте цеха, друзья, делайте свой бизнес, коптильный цех, коптильный цеха, москит, окупается очень быстро за счет качества продукта, который получается. Вот. Всем успехов, до свидания, всего доброго.